Ну вот, смотрите, по-моему, это просто превосходный результат, а какой он вкусный. Гнется, эластичный, заворачивается. Ну, что еще требуется от сыра? Просто замечательный. Сыроварня моя вся звенит. Это значит, что она нагрелась до 34,8 градуса. Здесь у меня 25 литров молока. Друзья, сначала хотела простерилизовать. Потом кинулась, оказывается, у меня хлористый закончился. Ну, будем варить сыр на сыром молоке, не будем ничего простерилизовать. Так, а сейчас сычужный фермент на 25 литров по инструкции. Я все время лью 2,5, наверное. Я инструкцию потеряла, но, знаете, лучше налить чуть больше, чем чуть меньше. И так как сычужный фермент у меня, я им не пользовалась, наверное, полгода, давайте лучше еще чуть-чуть добавим. Как говорится, лучше перебдеть. Чем не добдеть? Это от слова бдительность. Так вот, если вы думаете, что сварить сыр, это прям, знаете, что-то вот из ряда вон выходящее, и это очень сложно, то я хочу вас разубедить. На самом деле это вообще не сложно. А я бы даже сказала, что очень просто. И я собираюсь вам это доказать. На самом деле вам нужно всего-навсего лишь молоко, молокосвертывающий фермент, либо вот такой, как у меня, животного происхождения, либо мейта. Он стоит дорого, не знаю сколько, но там пачка на 100 литров, но я думаю, в пределах 100 рублей стоит. И все. И даже если у вас нет закваски, то в молоке содержатся свои собственные бактерии, сыр у вас все равно получится. Ну, просто он будет, может быть, не такой вкус, как вы хотите, понимаете? Вот. У меня тоже сейчас сырое молоко. Закваску я все равно добавила, не глядя на то, что в нем, как говорится, есть свои собственные бактерии. Но с закваской всегда вкуснее. Вот. И оставляем в покое. В общем, время обычно берется 40 минут. Но это зависит от температуры, от свойств молока, от изначальной кислотности. В общем, в течение 40 минут, часа должен встать у нас сгусток колье. Сыроварня у меня профессиональная, можно сказать, на 50 литров. Но сейчас здесь 25 литров. Сыроварня 3 массово. У меня были всякие разные сыроварни. Вот в данном случае 3 массово. Нареканий пока никаких нет. У меня, кстати, 3 массовские маленькие сыроварни есть. По 10 литров. Штуки 2 или 3, наверное. Я в них долгое время варила. Так, ну вот. По идее, для чего я сняла крышку? Ну, просто, чтобы показать вам молоком. Самое обыкновенное молоко из-под коровы. Здесь у меня смесь вечернего с утренним. Закваски я использовала мизофильные плюс термофильные. Молоко, еще раз говорю, не пастеризовала. Но, по идее, надо крышкой накрыть, чтобы тепло не уходило. Здесь автоматически поддерживается температура. Вот видите, в данном случае 34,8 градуса. Здесь сыроварня как устроена. Это 2 кастрюли. Сыроварня это 2 кастрюли, ставленные одна в другую. Между ними, между стенками заливается вода, которая нагревается. То есть здесь в кастрюле встроен тен. Это у меня кружка литровая, которой я отмеряю молоком. Ее надо помыть. Вставлен тен. И, в общем-то, благодаря автоматике вода здесь нагревается. И точно так же охлаждается. У меня сыроварня с проточным охлаждением. Но не автоматическим. То есть она сама, вот когда температуру, допустим, достигнет заданной, она сама не включает, чтобы охлаждать. Я должна прийти и щелкнуть тумблером. Хотя, друзья, это не факт. Может быть у нас автоматически. Я уже помню. Я варила сыр в ней несколько месяцев назад. Все лето вообще не подходило, честно говоря. Вот. Она у меня новая, я просто не припомню. То есть у меня еще не набита рука. Ей пользуется. Ничего страшного. У меня набита рука на других сыроварнях. Ничего такого. В общем, смотрите, вот 34,9 градусов. Ждем, пока образуется сгусток. Затем мы его должны нарезать. Причем, знаете, сыр сделать очень просто. Те люди, которые торгуют сырами на базаре, подходят к ним покупатели. Я сама это слышала, потому что торговал молоком, ну и всем остальным молочным продуктом на базаре достаточно длительное время. И вот покупают у них сыр и, значит, спрашивают, а как вы делаете? И вот они начинают рассказывать, да как, говорят, зальем молоко в кастрюлю. Затем, говорит, сыпем туда мейта, вот тот самый растительный микробиальный фермент растительного происхождения, про который я вам говорила. Не животного, растительного. Сыпем, говорит, туда мейта. Встает, говорит, сгусток. Размешиваем его ложкой и в форму. И все. Вот. И у них получается вот тот самый сыр, который вы можете, свежий такой сыр, который вы можете купить на базаре. Это вот он и есть. Все, делать ничего не надо. Такой сыр вы вполне можете сделать сами. И многие, на самом деле, делают так сыр. И это является сыром, да. У меня соседи так делали, они из Дагестана. Вот именно так. То есть они ложкой размешали, дождались, пока немножко отделится сыворотка. И просто вываливали в форму. И он самотеком, сыворотка стекала. Вот. И он там как бы прессовался сам по себе, сам прессовался. Вот он, сыр и есть. Все, ничего не делают. То есть не заморачиваются ни с заквасками, ни с какими-то нагревами, ни с вымешиваниями. Они не делают твердый сыр. Но для чего вот это вот все потом, после того, как порежем, нагреваем? Для того, чтобы из зерна, которое у нас там кубики вот эти образуются, творожистые, удалить влагу. А для чего влагу удалить? Для того, чтобы когда мы сыр сложим в форму, вот эти зерна, которые там останутся, чтобы они, во-первых, эту форму держали. Они там спрессуются, склеятся. Если они будут влажные, вот это все у вас поплывет. Потому что оно мокрое, влажное. А если зерно сухое, склеилось, все, у него форма. Если сыр будет влажным, он у вас никогда не просохнет. То есть прежде чем, допустим, отправить сыр для того, чтобы он вылежился, надо, чтобы он высох. Вот тот сыр, по которому я говорю, размешанный ложкой, он у вас никогда не просохнет. У него очень высокая влажность. Вот для этого нагревают, вымешивают. Для чего вымешивают? Оно вот мешается, мешается. И сыворотка из середины зерна выходит через края. Вот так вот она как бы удаляется. И зерно скукоживается, уменьшается в размер, потому что теряет влагу. А для чего его нагревают? Для того, чтобы его как бы оплавить. Понимаете? Вот оплавить. При нагревании оно быстрее. Ну, вот вы сыр же плавите, да? Он у вас меняет свою структуру. Вот точно так же здесь. Поднимаешь температуру, и оно становится такое вот, как подваренное, более упругое. Понимаете? Вот. Но сначала надо, прежде чем подваривать его, надо его вымешать, чтобы оно часть влаги, большую часть, потеряло зерно. Почему сразу не начинают нагревать? Да потому что, если ты сразу вот эти кубики нагреешь и оплавишь, вся влага останется внутри сыра. И вроде бы они у вас будут оплавлены, а внутри сочные. Вот, между прочим, когда они оплавлены, а внутри сочные, это очень вкусно, если оставить их в виде зернышек. Это у вас получится такой вот рассыпчатый сыр, который со сливками продается. Творожный сыр, по-моему, называется. Или как? Как он называется? Ну, вы поняли. До сливками заливается, по-моему, творожный сыр. Зернистый. Зернистый творог, как это называется. Вот. Мы же будем, мы же будем, порежем с густок, промесим, немножко его подсушим, вывалим в форму. Это будет самый простой сыр, заморачиваться ни с чем не буду. Почему? Потому что молоко не пастеризованное. Сейчас, знаете, время на него потеряешь, а потом вдруг обнаружишь, что в молоке жили какие-то бактерии. И, в общем, они потом этот сыр у тебя испортят. Потому что никто не может ручаться, что там нет каких-то таких патогенных бактерий. Хотя и вроде бы молоко свое, ну, вдруг, понимаете. Для этого его и пастеризуют, чтобы убить всю такую нехорошую микрофлору. А потом засевают хорошей, засыпают в закваску ту, которую мы хотим, понимаете. Те бактерии, которые мы хотим получить. Вот. Все. Уходим. Когда станет густок, придем, расскажем дальше. Мои дорогие, я здесь уже была. Я не стала это снимать и добавила сюда немножко сычужного фермента. Потому что побоялась, что у меня плохо встанет колье. Я это не показывала, но еще столько же навела. Ну, то есть минут 20 прошло. Я сюда подошла, смотрю, никаких изменений как бы особо таких нет. Я испугалась, думаю, испорчу молоко. И добавила сюда сычужного ферментика. Ну, еще столько же, наверное, сколько было изначально. Вот. Это можно делать. Это можно делать, когда на начальном этапе, когда ты видишь. Ну, я вижу просто уже. Вот. Ну, и вот пришла смотреть, как тут, что у нас, как дела со сгустком. Ну, в общем-то, нормально, можно сказать. Но еще рановато. Нет, он как кашка. Пусть еще постоит. Ну, минут 10, я так думаю. Через 10 минут придем. Я вам расскажу, почему нет. Вот видите, вроде бы режешь и сыворотка вот она прозрачная выделяется. Вот. Выделяется. Ну, понимаете, как нет острых краев. Нужно, чтобы прям излом был вот такой острый. Он вроде бы как островатый, но ползет, еще расплывается. Пусть еще чуть-чуть постоит. И тогда будет самое то. Вот здесь, когда по краю чуть-чуть сыворотки выделяется, прям в самую малость. Это прям хорошее колье. Его можно будет резать. Ну, вот. Я думаю, что получится вкусно. Сгусток мой готов. Чем можно его порезать? Смотрите, мне нравится орудовать вот такой луковицей. Я ее в свое время получила от Milk Process. Напомните, запомните. Milk Process. Сейчас я видела их в этом телеграм-канале. У них, по-моему, есть. Встречалась мне. Они разные бывают. Они довольно дорого стоят, но они хорошие. Мешать ими хорошо и как бы разрезать нормально. Когда вот такую большую массу разрезаешь, знаете, можно ножичком разрезать и ложкой размешать, но это неудобно. Когда большой объем молока, неудобно. Лирой. Можно лирой. Вот мне больше нравятся луковицы. Лиру тоже можно купить. Довольно дорого. Вот эта лира у меня от ПМЗ. Насколько я помню, есть еще вот такая. Вот. Это от Тримасова. Я даже не помню от кого какая. Но не важно. Лира, она и есть лира. Я буду делать луковицей. Можно таким сырным ножом. Ну, это тоже не очень удобно. Понимаете? Он как бы мало молока захватывает. И поэтому мы сейчас все это дело сполоснем. И сначала будем резать лирой, а потом вымешивать все луковицей. Можно обычным ножом и ложкой. Но просто трудозатраты будут совсем другие. Совсем не обязательно, если у вас этого нет, то сыр не получится. Все получится. Даже рукой можно. Даже шумовкой можно. По правилам это все оборудование нужно ошпаривать. Я ошпарила. Я ошпарила форму. Я ошпарила, друзья. Я ошпарила сыроварню. Прежде чем... Смотрите. Вот так. Никак. Вы видите, мне получается, надо ее прокручивать, а колье держат. Надо мне было заранее вытащить мешалку. Я забыла перед тем, как бросать туда вот эти всякие пепсины. Надо было мешалку убрать. Потому что сейчас очень тяжело она отсюда вытащивается. Я ошпарила мешалку. Так. И вот смотрите, какое у нас колье. Ой. Просто замечательное, девочки. Вот. Вот они острые изломы. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Вы помните то, что было до этого? И вот сейчас. Вот смотрите. Видите? Они прям острые, как нож. Вот такое должно быть колье. Отлично. Отлично вам видно, да? Так. Вот с таким колье мы будем работать. Так. Берем лиру. И режем его. Сначала по вертикали. Голову сыроварни только можно отвернуть. Вот, чтобы она не мешалась нам. Голова сыроварни, это вот эта штука. Она отворачивается в сторону. Так. А потом дать постоять полминутки-минутку, для того, чтобы зерно окрепло, как будто эти ритки, которые мы порезали, окрепли и выделили сыворотку. И теперь по горизонтали, но я буду мешать до мелкого зерна вот этой луковицы. Если нужны крупные кубики для каких-то целей, то, конечно, луковица такая не пойдет, потому что она измельчает. Видите, как вот так. Она тяжелая. Прям тяжелая, но ей удобно. Смотрите по состоянию колье. Вот у меня колье очень хорошее. Я могу обращаться с ним достаточно небрежно. Бывает колье очень нежное. Вот плохо садится молоко. Оно прям такое, как киселек. Ну, тогда там надо смотреть. Для того, чтобы не превратить все это в пыль, возможно, вам нагревать придется рубашку для того, чтобы его укрепить и мешать очень аккуратно. Ну, вот здесь тоже. Сейчас я, знаете, смотрю, что оно мельчится. Я так поаккуратнее буду. Сейчас немножко подниму температуру и аккуратненько начну вымешивать. Вот сейчас, наверное, больше не буду. Не хочу, чтобы было много пыли. Пыль это мелкое-мелкое. Бывает, размягчается. Вот этих зерен вообще не видно. Ну, как такая масса, как бы сказать, однообразная получается. Вот здесь вот сейчас видно, где у нас сыворотка, где кусочки зерна, да. Вот. А бывает, что оно все как будто в одну массу. Ну, плохо, когда села. В общем, рецепты рецепты, но сыр нужно чувствовать. Тогда у вас все будет хорошо. А чтобы его чувствовать, нужно его варить. С ошибками. Выливать. Бывает. Ну, молоко не надо выливать. В любом случае, что-то да получится. Так что, все это приходит с опытом. Это как езда на велосипеде. Если вы научитесь, то вы уже не забудете. Сел и поехал. Так, ну, а мы сейчас немножко поднимем температуру. Так, оставим в покое. Я смотрю, что у меня камера была не туда направлена. Вот, смотрите, вот что у нас получилось. Вот так. Отлично. Видите, оно уже начало выделять сыворотку, начало размягчаться. То есть, не размягчаться, а начало укрепляться. Я хочу поднять температуру до 38. Больше не буду, потому что здесь мизофильные закваски. При 45 они погибают. Вот. Нормально, я так думаю. Ну, все. При этой температуре, сейчас она начнет сыровать не нагреваться. Мы будем делать сыр. Вы знаете, я так подумала, почему, собственно, нет. Почему мы не можем сделать точно так же. Можем. Вот. Видите. Поставим. Пускай будет у нас свежий сыр. Поставим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, мы их поставим на дно сыроварни и будем насыпать в нее зерно. Часть сливок можно было, конечно, отчерпать, что мы сейчас и сделаем, чтобы она не мешалась. Нужно отчерпать, нужно слить через кран, но я буду отчерпывать. Для того, чтобы сыр не попадал вот сюда, можно через какую-то решетку, через душлаг все это отчерпывать. Сыворотку хотите, выливайте, хотите варите с нее брюност, хотите делайте рикотту. Я делать ничего не буду, я буду вахт и я радуюсь. А потом свиньям отвезу. У нас у знакомой есть свинья. Мы их отборжем. Пускай крюшки едят. Чуть-чуть отчерпаем, чтобы удобнее было. Ну вот, я выложила всю массу в свою форму. Сейчас она стечет, сама прессуется. Я потом приду, переверну ее на другую сторону. И только потом-потом мы будем ставить ее под пресс. Ну, потому что сейчас это вообще бесполезно. Почему? Потому что все поплывет. Вот такой получился у меня сыр полуфабрикат. Сейчас он стечет и все. Времени это заняло, ну, часа три, я так думаю. Немножко поможем. Я не пробовала, но думаю, будет вкусно. Я один раз перевернула свой сыр. Он уже, ну так, слепился между собой. Вот, и поставил его под пресс. Вот такой у меня пресс, тоже милк процесс. Вот такой груз. Сильный груз ставить не надо, потому что он весь тогда сыр полезет вот из этих дырок. Теперь смотрите, вот эта верхняя крышка в форме, она такая, но она железная, но в то же время она гнется, когда вот такой узкий поржень давит на всю площадь вот этой железной штуки, да. Поэтому я ставлю крышку от другой формы, на крышку ставлю банку, чтобы было на что давить. И вот такая конструкция у меня получается. Вот где-то, наверное, полчаса у меня так постоит. Потом я сюда добавлю груз, ну и в результате у меня сыр спрессуется. Девочки, это уже пройденный этап, как говорится, сын ошибок трудных, опыт. Вот, я все время так делаю, получается класс. Ну, в общем-то, как вы можете понять, варенье сыра, производство сыра, это мое хобби сейчас, во всяком случае. А на самом деле, основное мое занятие, мне надо идти вязать, заказы из пуха. Мне пришли эксклюзивные платочки, все такое, надо снимать видео. Это все стоит, когда я делала обзор, друзья, обзор нового своего автоклава Малиновка. Кто был внимательный, он мог его видеть. И он стоит у меня, вот он стоит, видите, автоклавчик, хороший автоклав. Вот, завтра у меня здесь будет висеть колбаса. И я вот здесь включила сплит-систему на вентиляцию, сыра здесь. Сыра, вода, в общем. И вот у меня еще одно дело, видите, у нас вообще такая вода, много очень железа. Видали, кран еще зимой прошлый, вот он размёрзся. И залил мне ржавчиной стенку, и это, я вот думаю, надо ванну чем-то почистить. Чем почистить ванну от ржавчины, друзья, кто знает? От ржавчины и от потеков вот от этих. Сыр мой завозмущался, потому что у меня здесь набор, набор грузов, друзья. Вот в этом пакете лежит огромный кирпич. Тяжелый. Вот он. Вот там, вот видите, тяжелый строительный кирпич. И вот я его подвесила. Ну, а что на него, на этот сыр, молиться, что ли? У меня нет времени ходить. Ну, вот видите, он сразу как выдавился. Можно было бы, наверное, поменьше груза. В общем, я не знаю, он запищал, так запищал. Но я смотрю, плохо выходит с того грузика. Может, чуть полегче сейчас подвесить надо. А потом уже кирпич. Но если я все это время пропущу, то он у меня не получится таким монолитом. Я не хочу дырок. Вот я хочу, чтобы он был сплошной. А это только груз, и пока он теплый, пока он, как говорится, как вам сказать-то, не принял свою форму, какую ему нравится. Пришла. Прошло минут 20. Так, здесь у меня банка. Банка с супом. Вот, смотрите. Банка. Еще одну хочу добавить. Вот так. Девочки, у меня есть кирпич вместо груза, но это очень тяжело будет. Так. Вот. Вот так. Сейчас немножко, минут 20-30 еще вот так постоит. Я потом перепрессую. И потом уже прям такой конкретный... Опс, тихо, не падает. Конкретный груз сюда привяжу, пока вот у меня здесь, видите, что есть. Я пришла достать сыр. Так, этот домашний, вот, мягкий. И вот тот сыр, который тверденький, должен получиться. Сейчас мы его выгрузим отсюда. Посмотрим, что у нас получилось. Ой, девочки, это тот случай, когда можно есть без соли. Я обрезки обрезала. Ммм, как они вкусные, а! Ну, это же вообще... Вот серьезно, без соли прям, прям вкусно. Так, запомнили, как вот так выглядит? Так, это вот с этой стороны. А я его сейчас еще и порежу. Сыр мой. Что хочу, то и делаю. Ну вот, структурка. Смотрите, так это мы сразу съедим. Вот прям сразу. Так, а это полежит, посолим. Вот такой результат получился. Два дня он у меня лежал в соли. Рассол я не делала, просто обсыпала солью. Смочила его со всех сторон сыр. И вот таким образом он у меня лежал. Почему? Ну, потому что получился все-таки жидковатым. Так мне показалось. И вот такая головка, вот так она выглядит через два дня. Сейчас порежем. Ну вот, смотрите, по-моему, это просто превосходный результат. А какой он вкусный. Вот со всех сторон, видите. Вот такой. Сейчас порежем еще потоньше. Ну вот, смотрите, давайте оценим. Вот гнется, эластичный, заворачивается. Ну, что еще требуется от сыра? Просто замечательный. Все новости и про сыр, и про все остальное вы можете видеть в моем телеграм-канале. Он работает бесплатно. Там много всего интересного. Ну, а сырок вот такой получился. Хотите, повторите. Ничего сложного. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok